Следующий объект, который нас интересует, это Event Emitter, или как его иногда любовно называют, EE. Event Emitter представляет собой основной объект, реализующий работу с событиями в Node.js. Большое количество других встроенных объектов, которые генерируют события, ему наследуют. Для того, чтобы воспользоваться Event Emitter, достаточно подключить модуль Events встроенный и взять в него соответствующие свойства. После чего я могу создать новый объект, и у него есть методы для работы с событиями. Первый метод это подписка. Он имя события, функция обработчик. Я могу указать много подписчиков, и все они будут вызваны в том же порядке, в котором назначен. Второй основной метод это Emitter. Он генерирует события и передает данные. Эти данные попадают в функцию обработчик. Соответственно, если предположить, что мы пишем веб-сервер, то в одном месте кода будут обработчики запросов. Веб-сервер при запросе что-то с ним делает. А совсем в другом месте кода, например, в обработчике входящих соединений, будет сервер Emitter, который генерирует события. Давайте запустим этот код. Как видите, оба события были обработаны сначала этим обработчиком, а потом вот этим. Подробное описание различных методов для работы с событиями вы, конечно, найдете в документации, а мы с вами остановимся на том, что принципиально отличает работу с событиями в Node.js по сравнению с работой с событиями в браузерах. И первое отличие мы сразу можем увидеть из разбора этого примера. Если браузерные обработчики срабатывают в произвольном порядке, то нодовские точно в том порядке, в котором были назначены. То есть если у меня есть какие-то обработчики, то назначая следующие, я точно уверен, он сработает после предыдущих. Еще одно отличие в том, что в браузере я никак не могу получить список обработчиков, который назначен на определенный элемент, а в Node.js это сделать легко. Emitter.Listeners возвращает все обработчики на данное событие, а ListenerCount позволяет получить их общее количество. Следующее, пожалуй, наиболее важное отличие соцелится в том, что в Emitter специальным образом обрабатывается событие с названием Error. Если где-либо происходит эмит этого события, и у него нет обработчика, то Node.js просто падает. Например, запущу этот файл, и мы все видим, что вот, нода упала с исключением. Если же обработчик есть хоть какой-нибудь, то все будет нормально. Запускаю. Работает. Как правило, вместе с Emitter передают какой-то объект, который описывает, что это за ошибка была, а в обработчике ее получают и уже как-то предпринимают какие-то действия с этим связанные. Наконец, последняя особенность EventEmitter, о которой сейчас пойдет речь, это встроенное средство для борьбы с утечками памяти. Для разбора посмотрим на вот этот пример. Здесь, каждые 200 миллисекунд, создается новый объект типа Request, и выводится текущее поедание памяти. Объект типа Request, в реальной жизни это может быть запрос от клиента, ну а здесь это просто некий объект, у которого есть поле Big Data, в котором содержится что-то жирное, просто чтобы было видно, сколько памяти на самом деле съедается. Соответственно, если много таких объектов будут памяти, то есть они тоже будут очень-очень много. Ну и еще у этого объекта есть пара методов, пользоваться мы ими пока не будем, а просто посмотрим, что происходит с памятью, когда создается много таких объектов. Итак, запускаем. Как легко видеть, память вырастает, а потом очищается, потом опять вырастает, а потом очищается. Пока у нас все хорошо. И это нормальный режим функционирования Node.js. Ведь в данном случае Request это локальная переменная данной функции, и после окончания работы функции она нигде не сохраняется. Этот объект более не нужен, и память из-под него можно очистить. Теперь же немножко расширим этот пример. Добавим объект источника данных, который мы назовем DB, и который может посылать какую-то информацию, которую Request может в свою очередь пересылать клиенту. Изменение небольшое, посмотрим, к чему это приведет при запуске кода. Ого, какой-то ворнинг. Память постоянно растет. В чем же дело? Для того, чтобы это понять, немножко глубже познакомимся с алгоритмом работы Event Emitter, а именно с тем, как работают вообще эти события, что происходит, когда вызываю DB onData. Информацию о том, что я поставил обработчик, нужно где-то запомнить. И действительно, она запоминается. В специальном свойстве объекта DB. В этом свойстве находятся все обработчики события, которые назначены. И когда происходит вызов Emid, то они из него берутся и вызываются. Что ж, теперь уже можно понять, от чего возникла утечка. Ведь, несмотря на то, что Request здесь, по идее, больше не нужен, эта функция находится в свойствах объекта DB. И получается так, что каждый реквест, который создается, сохраняет там, внутри, вот эту вот функцию. А эта функция ссылается через замыкание на вообще весь объект. И получается, что вот этот обработчик привязывает реквест к DB. Пока живет DB, будет жить и реквест. Если DB живет очень-очень долго, то реквест тоже будет жить очень-очень долго. Происходящее можно легко увидеть, если добавить к концу log DB. И запустить код еще раз. Стоп, мы увидели достаточно. Вот объект DB. И вот как раз свойство Events, в котором находятся обработчики. И оно действительно все время увеличивается по размеру. Видите, было сначала маленькое, потом растет, 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 функций все больше. И каждая функция через замыкание тянет за собой весь объект реквест. А вот и варнинг. Оказывается, у ивент-эмиттера есть по умолчанию максимальное число обработчиков, которые можно назначить. И оно равно 10. И как только это число превышается, то он вот такое предупреждение выводит о том, что может быть утечка памяти. Которая в нашем случае как раз и произошла. Что делать? Как вариант, можно, например, взять и после окончания обработки запроса убрать обработчики на события дата. Для этого код нужно немножко переписать, добавить вызов метода end в конце. И вот что будет при таком вызове. Теперь все хорошо, никакой утечки памяти не происходит. Когда такой сценарий наиболее опасен? Он наиболее опасен в тех случаях, если по какой-то причине максимальное количество обработчиков отключают. То есть делают вызов setMaxListeners 0. Предполагая, что много кто может подписываться на эти события. Действительно, бывают такие источники событий, для которых много-много подписчиков возможно. И нужно отменить этот лимит. Соответственно, лимит отменяют, а вот убирать обработчики забывают. И вот это как раз и приводит к тому, что нода растет, растет, растет в памяти. Как оследить эти утечки? Это достаточно проблематично. Может помочь в такой модуль, называется HipDump, который позволяет делать снимок памяти Node.js и потом анализировать его в хроме. Но лучшая защита, это думать, что делаешь, когда привязываешь короткоживущие объекты, слушать события долгоживущих. И помнить о том, что может понадобиться от них отвязаться, чтобы память была очищена.